В прямом эфире нашего телеканала в программу «Лот на живо» жительница Белокракенского района обратилась к главе администрации с претензией на то, что в районной больнице в терапевтическом отделении пациенты замерзают от холода. В помещении температура воздуха около 8 градусов. Сергей Иванюченко в ответ сказал, что навестит терапию. Наши корреспонденты также решили проверить температурный режим в Белокракенской больнице. Что узнали, смотрите далее. Нагадую, что у нас у студии Сергей Иванюченко, голова Белокракенского районно-державного администрации. У нас же був один телефонный звонок, не дочекалися до эфира. Питали про ситуацию в районной лекарне и сказали про то, что в терапии, как мы зрозумели, очень холодно, 8 градусов. Тобто, нет опаления. Это терапевтическое отделение, где сейчас на лечении находится 33 пациента. И мы пришли сюда со своим градусником, чтобы измерить температуру воздуха. Пойдемте. В отделении в коридоре висит градусник. И старшая медсестра два раза в день фиксирует его показатели в рабочую тетрадь. Температурный режим в отделении соблюдается. Вот сколько лет мы выдаем тетрадь температуры в отделении. Постоянно температура практически одинакова. 18, 19, 20. Ныщины бывают. Татьяна в отделении терапии лежит уже вторую неделю. На холод женщина не жалуется. Наоборот, говорит, очень тепло. За это время ни единого раза не было холодно. Даже температура такая, что я в футболки, допустим, ходила. Всегда было жарко. Вода горячая, бойлер. Мыйся сколько хочешь. А сегодня вообще было жарко, не можно было спать у футболки. У меня дома прохладнейше. Тут теплее. Я тут отогреваюсь. Потому что дома особо не натопишься. Так что тут даже выше нормы. Батареи горячие. На градуснике 21,5 градусов, что абсолютно соответствует нормам. На территории больницы находятся пять автономных мини-котелин, которые обслуживают восемь стационарных отделений и поликлинику. Все сгодно санитарных норм. Можете подивиться, что на котлове сейчас температура 80 градусов по Цельсию, что соответствует норме котла. Два раза в день операторы котелин обходят все отделения, записывают показания термометра и передают их главному врачу. Где-то примерно часов 6-7, ну и утром до 8, до планерки. Подписывают эти показания как оператор котелин, так и дежурная медсестра. Вот, например, в терапевтическом отделении накануне было вечером 19 градусов, в гинекологическом 20, в роддоме 20. По словам главного врача Белокуракенской районной центральной больницы, температурный режим – один из показателей, который постоянно контролируется как руководством больницы, так и руководством района. Сергей Иванюченко, как и обещал, после эфира навестил терапевтическое отделение.